МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение проблем жителей Каратайской долины. Аким Алма-Атинской области Канад Базумбаев провел объезд региона и встретился с населением. Бригады на полях. Новая система полива позволит крестьянам значительно экономить поливную воду. Ягнят считают по весне. В области стартовала окотная кампания. У сахманщиков и ветеринаров жаркая пора. Из искры возгорится пламя на территории Алма-Атинской области. И начался очередной пожароопасный период. Новые факты из жизни повелителя степей. В Евразийском национальном университете презентовали новую книгу о Чингискане. Актуальные проблемы населения на строгом контроле руководства области. Ведь своевременное реагирование на проблемы и вопросы значительно улучшит качество жизнедеятельности граждан. На этой неделе Аким Алма-Атинской области Канад Базумбаев посетил ряд социально важных объектов Каратальского района. Он ознакомился с работой Бестабинского сервисно-технического колледжа, центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями и встретился с жителями многоквартирных домов. Посетив же одно из крупнейших предприятий района, товарищество Уштоби Айдын, Канад Базумбаев отметил необходимость его дальнейшей модернизации. О том, какие еще поручения и замечания были сделаны главой региона в ходе рабочей поездки, расскажет Жандос Назарбаев. Свой визит в Каратальский район глава региона начал с посещения средней школы имени Кемеля Токаева, где представители учебного учреждения рассказали о планируемой работе по наращиванию образовательной базы. Там же Канад Базумбаев посетил и музей Кемеля Токаева, писателя, основоположника детективного жанра в Казахстане. Отметим, на сегодня здесь также ведется строительство гуманитарного колледжа на 100 мест с общежитием на 30 мест. Подрядная организация BI Group. Мы в декабре зашли на пересчет, после этого на сегодняшний день вышло 6 обновлений уже. У нас все подорожало в два раза. И мы обычно, мы зашли с превышением цены 11%, а 9.38 не утвердили, и мы получили отрицательное заключение. И его не утвердили, этот добавок. Ну, считайте, пересчитывайте. Миссия разрешит надо. Пересчитывайте, заходите, но только не автанавливать работу. Да, у нас есть вот схема, мы заказчиком согласовали. За месяц можно было построить. Наряду с среднеобразовательным учреждением глава региона ознакомился и с приоритетным направлением Бестюбинского сервисно-технического колледжа. Как выяснилось, в стенах учебного заведения обучают по шести специальностям. Это повар, сварщик, автослесарь, электрик, механизация сельского хозяйства и строительства. Из них дуальное обучение ведется по двум специальностям – повар и газоэлектросварщик. В планах руководства колледжа в ближайшее время вкручить в дуальную систему обучения еще две специальности – автослесарь и механизатор. Глава региона отметил необходимость расширения и усиления практической базы колледжа. Товарищество «Уштебе Айден» – одно из крупных предприятий Каратальского района. Компания производит более 47 наименований кисломолочной продукции с возможностью переработки до 15 тонн в сутки. Стабильной работой обеспечены порядка 95 человек. Стоит отметить, что за последние два года, по словам руководства, заработная плата работников увеличилась на 45%. Ганат Бузымбаев подчеркнул необходимость дальнейшей модернизации компании. Глава области также ознакомился с работой капитального ремонта улицы Тулеби в городе Уштебе, где на ремонт почти двух километров дороги в 2018 году было выделено около 300 миллионов тенге. Напомним, что в связи с возбуждением уголовного дела из-за хищения денежных средств генеральным подрядчиком компании «Алмаз-М» работы по ремонту были приостановлены. По словам заказчиков, на сегодняшний день до сих пор ведутся судебные разбирательства, которые, по всей видимости, закончатся не скоро. Все равно его актуализировать нужно. Да-да-да, мы его ждали. Его надо пересмотреть. Но это же так делается. Хорошо. Обо всем надо договариваться. Хорошо. Судиться до посинения будете, а люди будут еще два года ждать. Зачем это? Канад Бузумбаев также встретился с жителями одного из многоквартирных домов. В основном это социально уязвимые слои населения. По их словам, в зимний период в их жилищах недостаточно тепло. Протекает крыша, в комнатах образуется сырость. Впрочем, с озвученными проблемами глава региона ознакомился воочию и дал ряд конкретных поручений по их устранению. Не остались без внимания и объекты капитального ремонта. Один из них – районная больница, на реконструкцию которой, включая облагораживание территории, требуется более одного миллиарда тенге. Отметим, на объекте трудится более 120 человек. На данный момент уже подведено водоснабжение, отопительная и канализационная система. Специалисты уверяют, капремонт закончится в сентябре текущего года. В рамках визита в Каратальский район глава региона Канат Бузымбаев посетил Каратальский центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Учреждение оснащено современным реабилитационным оборудованием. Имитатор опорной нагрузки Корвид, инновационные тренажеры с биологической обратной связью Аника. В центре услуги оказывают логопеды, дефектологи, психологи, медицинские специалисты. Как отметил руководитель областного управления координацией занятости и социальных программ Маржан Мурат, детвора из отдаленных сел района тоже не останется без внимания и сможет посещать центр. Жандос Назарбаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. О том, какие еще актуальные проблемы сегодня волнуют жителей Каратальского района, глава области узнал на встрече с населением региона. Вопросы самые разнообразные. Образование, помощь инвалидам, жилищные проблемы, сельское хозяйство и стабилизация цен на продукты питания. Порядка 20 человек получили ответы по решению своих проблем. Каратальский район имеет большой сельскохозяйственный потенциал. Здесь выращиваются все приоритетные культуры. Сахарная свекла, кукуруза, рис, бахчевые. Однако план посеву сахарной свеклы в прошлом году не выполнен. Урожайность риса остается на уровне прошлых лет. Всего 27 центнеров с гектара. Проблема очистки оросительных сетей долгое время также не находила своего решения. Отметил Акимобласти на встрече с населением данного региона. По объему производства промышленной продукции район занимает 18 место в области и 15 место по привлечению инвестиций. К слову, в текущем году планируется реализация шести проектов с созданием 79 рабочих мест за счет инвесторов, привлеченных областными управлениями. Глава края поручил усилить работу в этих направлениях. Одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в Каратальском районе действует чуть более двух тысяч субъектов МСБ. В рамках действующих программ в прошлом году на поддержку 9 тысяч предпринимателей направлено 27,5 миллиардов тенге. В Каратальском районе в рамках дорожной карты бизнеса оказана поддержка 75 субъектов малого и среднего бизнеса на кредитную сумму 751 миллион тенге. По второму направлению программа МИИМБЕК получили поддержку 277 человек на сумму 183 миллиона тенге. В текущем году планируется реализация четырех проектов по дорожной карте бизнеса. Будут получать гранты 77 человек на сумму 47,2 миллиона тенге. Но все это очень-очень мало и очень-очень ну даже поддержать нынешний уровень развития области его не хватит. На встрече с населением района были подняты самые актуальные вопросы, в том числе обеспечения жителей качественной питьевой водой. Так, сегодня централизованное водоснабжение проведено в 31 из 35 населенных пунктов района. Рассмотрены также вопросы газификации, ремонта автодорог, строительства школ, детских садов и медицинских пунктов. Так, поселок Каракум остро нуждается в амбулатории. По этому поселку у нас мы будем подаваться на БМК блочно-модульную конструкцию медицинский пункт. Там нет ничего, да? Там нет. А сколько населения там? Кто скажет, что Каракум? 400 человек. Ну вот, блочно-модульную поставить. Особое внимание сегодня уделяется решению проблем людей с ограниченными возможностями. А потому запрос от районного общества инвалидов также не остался без ответа. Инвотокси тоже работало хорошо до 2021 года. Но с полугодия оно постоянно стало ломаться. Срок годности почти истил. Помогите, если можно, конечно, новое такси к Артальскому району. Да, амортизация вышла. Сейчас бюджетную заявку мы подаем на поэтапное обновление парка инвотокси. Но здесь он совсем остановился? Не работает? Нет, он работает, услуги оказывает. Единственное, ломается, часто говоря. Если можно отремонтировать, давайте отремонтируем, деньги выделим в нормальном состоянии. Если в районе есть виловой человек, есть или нет, который может инвотокси купить, пусть купит, а вы с ним договор заключите. Это очень эффективно. Одна из основных задач в вопросе улучшения благосостояния граждан обеспечения населения доступным жильем. Сегодня в районе в очереди на получение квартиры стоят свыше 1 тысячи человек. В этом году в регионе планируется ввести 17,5 тысяч квадратных метров жилья. До конца года в городе Уштубе будет сдан арендный дом на 30 квартир. Планируется, что одну из этих квартир получит Наталья Тен, мать-одиночка, на руках у которой ребенок с тяжелой формой ДЦП. Женщина обратилась с просьбой оказать ей финансовую помощь. Получать вот допустим сейчас квартиру это тоже спорный вопрос, потому что арендное жилье плюс коммуслуги это 25-30 тысяч. Откуда у меня такие деньги? Если я получаю пособие по уходу за ребенком-инвалидом, это даже меньше, чем заработная плата. Всего 50 тысяч в день. Можно это как-то решить, этот вопрос. Физически я просто не вытяну. Даже если сейчас мне дадут эту квартиру. Нужно будет найти спонсора, помочь ей с оплатой. Будем помогать вам. Также на встрече были рассмотрены проблемы общественного транспорта, озеленения, сельского хозяйства и стабилизации цен. Всего ответы на волнующие их вопросы получили порядка 20 человек. Надежда Белова, Жейк Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Вопросы сельского хозяйства всегда в приоритете. Тем более сейчас, когда в регионе стартовали весенние полевые работы. В этом году посевные площади в Алматинской области превысят 970 тысяч гектаров. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. О готовности аграриев к посевной компании в нашем следующем материале. В крестьянских хозяйствах Коксусского района полным ходом идут посевные работы. В одном только Муканшинском сельском округе практически 3000 гектаров орошаемых земель. Из них под зерновые отведено 660 гектаров и 1300 рассчитаны на посевы масличных культур. 700 занимают кормовые. Крестьяне заготовили необходимые семена и солярку. В нашем сельском округе 138 крестьянских хозяйств. 75 из них занимаются растениеводством, остальные животноводством. Весенне полевые работы уже начаты. Вот в этом хозяйстве на 35 гектарах будут сеять ячмень. В целом, если погода не подведет, все работы планируем завершить в мае. В этом году в Алматинской области несмотря на увеличение посевных площадей в целом сократились посевы сахарной свеклы. И отныне сладким корнеплодом будет занято чуть более 6000 гектаров. А вот под зерновые культуры отведено 484 тысячи. По данным управления сельского хозяйства, на сегодня отставание от графика по проведению вспашки и предпосевной обработки земли наблюдается в Искельдинском, Янбекши-Казахском, Коксусском, Панфиловском, Толгарском и Уйгурском районах. Весенние полевые работы в разгаре. Погодные условия позволяют проводить всё своевременно. Так, на сегодня увлажнение почвы проведено на более 164 тысячах гектаров. На 84 тысячах почва прошла обработку. Спаха на 74 тысячи. В настоящее время на 15 тысячах гектаров идёт посев колоссовых зерновых культур и на полуторы тысячах маслящных. Одним словом, работы идут полным ходом. В целом по области заготовлено 54 тысячи тонн семян. Кроме того, по данным ответственных отраслей, в наличии 23 тысячи тонн удобрений и необходимый запас горюче-смазочных материалов. Надежда Белова, Алмат Хамиджа и Курманбаев Жаслан Чингинжинов телеканал ЖТСУ. А тем временем в крестьянских хозяйствах занимаются решением одного из самых актуальных вопросов – поливом. Так, в Кирбулакском районе запущена система дождевального орошения. Данный вид полива считается влагосберегающим. Он позволяет использовать воду с минимальными потерями, что, несомненно, на руку фермерам. А потому крестьяне Кирбулакского района начали активное внедрение инновационного метода орошения. По поручению главы области его заместитель Олибек Жаканбаев лично проверил новую систему орошения. О преимуществах новинки фермеры рассказали и нашей съемочной группе. В Кирбулакском районе проводится большая работа по формированию продовольственного и кормового поясов, внедрению дождевального орошения. В эффективности влагосберегающих технологий уже успели убедиться аграрии товарищества Козылшока. Устройство дождевальной машины фрегат, двигаясь по кругу, позволяет охватить площадь пассивных угодий до 50 гектаров. При этом вода проникает на глубину до 15 сантиметров. Мы установили 12 устройств дождевального 42 миллиона тенге. Половина суммы субсидирована государством. Такой метод значительно экономит затраты воды. Ещё одно преимущество прямое добавление удобрений и гербицидов в систему полива. Всего в Алматинской области капельным и дождевальным способами орошается более 20 тысяч гектаров. Данная система уже доказала свою эргономичность. В этом году планируется установить поливные устройства ещё на порядка 7 тысячах гектарах земли. Как известно, последние три года в области наблюдаются дефицит поливной воды. Это негативно отражается на урожайности. В свою очередь при поддержке Акима области мы оказывали посильную помощь фермерам, договаривались с сахарными заводами. Фермерам, выращивающим сахарную свёклу, выплачивается 30 тенге субсидий и за транспортировку 1 тенге. В этом году наряду с фермерами Кирбулагского района пять устройств дождевального полива установили и в крестьянском хозяйстве Жаппаркул Панфиловского района. С их помощью планируется орошать порядка 250 гектаров пассивных земель. Айсул Ужандосова, Мадиба Ибусынов, телерадиоканал ЖТСУ, Кирбулагский район. А вот в ветеринарной сфере стоит острая проблема нехватки кадров. Молодые казахстанцы просто не хотят работать ветврачами. А потому сегодня в Можилисии рассматривается вопрос повышения заработной платы казахстанских ветеринаров. По мнению министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, ветврачи получают меньше всех в аграрном секторе. Отсутствие возможности получения заработка адекватного тенденциям современного общества, нелегкие условия труда, неразвитость инфраструктуры в сельской местности. Эти факторы привели к непривлекательности профессии ветеринарного врача среди молодежи, отметил министр. В ситуации разбиралась моя коллега Мадина Несипбек. Среднемесячная заработная плата ветеринарных врачей на коммунальных предприятиях колеблется от 80 до 200 тысяч тенге в зависимости от региона. Средний возраст ветеринарных врачей по республике от 40 до 55 лет. В этой связи министр сельского хозяйства отметил, что ветеринарной отрасли не хватает высококвалифицированных молодых специалистов. На правительственном часе в Можилисе глава ведомства озвучил шаги по устранению недостатков в этой сфере. Хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные вопросы находят отражение в разрабатываемом в настоящее время законопроекте по внесению изменений и дополнению в закон о ветеринарии. Его планируем внести в парламент в третьем квартале текущего года. Такова основа совершенствования системы ветеринарий Министерства сельского хозяйства. Сегодня по Казахстану наблюдается высокий дефицит кадров в ветеринарной сфере. Более 800. Потому повышение заработной платы является единственной и срочной мерой для привлечения в отрасль молодых специалистов. Свои предложения по реформированию ветеринарии внесли и депутаты Нижней палаты парламента. К профессии ветеринарного работника и врача отношение государства и нас с вами выражается в том, что среди профессиональных праздников на сегодняшний день Дня ветеринарного работника у нас нет. По части финансистов, по части бухгалтеров у нас по два по три праздника. А вот ветеринаров врача у нас к сожалению нет. И возникает естественный вопрос нам что жалко вот этих 15 букв в приказе для того, чтобы у людей было... Там нет никаких затрат. Там не нужно выходного дня делать, не нужно каких-то дополнительных государственных ресурсов использовать. Это просто будет приятно нашим ветеринарам, которые каждый день несут службу государству и обеспечивают нашу продовольственную безопасность и безопасность животных. Тем временем работы ветеринарным врачам прибавилось. В регионах началась окотная кампания. Это горячая пора для всех крестьянских хозяйств, занимающихся овцеводством. Наша съемочная группа побывала в Аксузском районе в хозяйстве Саят и ознакомилась с первыми результатами весеннего пополнения. Саят одно из крупнейших фермерских хозяйств Аксузского района. Здесь насчитывается более 500 овец. 200 из них уже принесли приплод. Изначально занимавшиеся разведением лошадей, с прошлого года хозяйство перешло на овцеводство. А по словам главы фермы, главная задача чебанов получить приплод без потерь. Наше хозяйство основано в 2006 году. До 2020 года мы работали с лошадьми. Два года назад получили кредит от фонда финансовой поддержки сельского хозяйства и закупили 500 овец. Посмотрим, как пойдет в этом году. В настоящее время в Аксузском районе около 2500 фермерских хозяйств, занимающихся исключительно животноводством. Общая численность крупного рогатого скота около 90 тысяч голов, лошадей более 30 тысяч и свыше 315 тысяч овец и коз. По прогнозам специалистов районной администрации, в этом году численность поголовья животных должна увеличиться за счет маточного отела. В нашем сельском округе насчитывается более 12 тысяч голов крупного рогатого скота, лошадей и овец. Из них свыше 7 тысяч голов мелкого рогатого скота. Количество ферм в селе 100, из них 68 животноводческих, остальные земледельческие. Настоящий период для многих чабанов не только напряженный, но и трудоемкий, потому что каждый пастух несет ответственность за появление на свет здоровых ягнят, которые в будущем пополнят растущие стада. Гульмира Тимиргалиева, Шалкару Нурмхамлетов, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСУ. В то время, когда фермеры заняты вопросами увеличения поголовья скота, некоторые нечистые на руку люди решаются на воровство. При этом от совершения преступления скотокрадов не останавливают ни уголовная ответственность, ни даже священный месяц Рамазан. В селе Желкомыс Толгарского района только за одну ночь хозяева лишили сразу двух голов крупного рогатого скота. Причем животные исчезают прямо из хлева. И, как показывает практика, бесследно. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Наступление священного Рамазана не стало препятствием для скотокрадов, от бесчинств которых страдают многие владельцы скота. А в скором времени эта беда пришла и на подворье сельчанина Мураджана Токтакынулы. Он лишился двух коров. Между пяти и шестью часами утра я собирался вывести скот на выгон. При этом заметил, что с правой стороны ограда повреждена. Зашел в загон и обнаружил пропажу двух коров. Со слов мужчины, воры вывели скот через разобранную ограду, разделяющую его хозяйство с соседским. А останки коров, две отрезанные головы и внутренности обнаружились на окраине села. Злоумышленники ухитрились разделать украденный скот вблизи автобана. По словам Мураджана Токтакынулы, прошлой осенью у него украли одну корову. А в этом году из-за скотокрадов без материнского молока теперь остались два теленка. Негодует сельчанин. И в прошлом году я не мог найти свой скот. Участковые ничем не помогли. В этом году ситуация не изменилась вообще. Нам обещали изменения в Новом Казахстане. Однако лучше не стало. Да и воров не нашли. Для многих сельчан животноводство единственный доход. А некоторые по сей день выплачивают кредит за приобретенный скот. По словам потерпевших, проблема скотократства одна из острых. Ведь животных так и не находят. А значит и злоумышленники не несут заслуженного наказания. Мы толком не видим сотрудников полиции. Я старейшина села. Но даже я не знаю в лицо нашего участкового. Селе то дома грабят, то корову уведут, а полиция бездействует. Воровства много, остановить его некому. Это продолжается уже много лет, причем сейчас не одну, а сразу две головы уводят с подворья и сразу же разделывают. За все время мы не слышали, чтобы задержали преступников, при этом никто нам убытки не возмещает. По мнению сельчан, скотокрады могут быть из местных, однако доказательств утверждению нет. В том числе и у сотрудников правоохранительных органов, которым у скопилось много претензий. Сейчас жители села волнует лишь один вопрос, почему до сих пор злоумышленники не найдены. По этим фактам участковыми полицией ведутся разыскные работы. К тому же подобные случаи есть и в соседних аулах. Сейчас в 12 селах работает всего три участковых полиции. Хотелось бы, чтобы увеличили штат сотрудников. Их действительно не хватает на все населенные пункты. А пока отчаявшиеся сельчане с нетерпением ждут поимки скотокрадов, а в случае их задержания будут требовать самого строгого наказания за причиненный им ущерб. Кульмира Тимиргалеева, Курманжан Касымжанулы, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ. Наказание за нарушение закона ждет и других нерадивых граждан. В регионе начался нерестовый сезон. В связи с чем отлов рыбы в водоемах временно запрещен. Ограничения распространяются не только на профессиональных рыбаков, но и на любителей. Сейчас представители отдела рыбного хозяйства Балхаш-Алакольской Межобластной бассейновой инспекции перешли на усиленный режим работы. Они контролируют соблюдение закона, согласно которому ловить рыбу нельзя с Ильинского канала, начиная от Капшигайской гидроэлектростанции и до Оралтабинского рыбоприемного пункта. Это ограничение продлится до 5 июня. Кроме того, с 15 апреля и до первых дней лета не допускается отлов рыбы на Капшигайском водохранилище и на озере Балхаш, включая реки Карата, Лаксу и Лепсы. Решение о рыболовстве будут приняты после исследования. Там сроки запрета могут быть перенесены. К сведению, на водоемах регулярно проводятся рейдовые мероприятия. За нарушение правил рыболовства на физических лиц налагается штраф в размере 10 мрп. Если в нерестовый период отлов рыбы производится в особо крупном размере, за это браконьеры понесут уголовную ответственность. Однако браконьеров, судя по всему, такие запреты и ответственность мало останавливают. Рыболовецкие снасти можно увидеть даже в водоемах, где ловля рыбы запрещена круглый год. С нарушителями борются не только рыбинспекторы, но и волонтеры. Ежегодно в преддверии нереста они выезжают на водоемы, чтобы найти и уничтожить запрещенные средства ловли рыбы. О том, сколько браконьерских снастей было обнаружено буквально за один день на Капшигайском водохранилище в рамках акции «Чистые водоемы» в нашем следующем материале. Волонтеры тянут сети, расставленные браконьерами. Улов самый разнообразный. От мелкой рыбки до достаточно крупной особи. Пойманную живность отпускают обратно в водоем. По словам специалистов рыбинспекции, главная проблема это использование браконьерами запрещенных китайских сетей. В такие прочные снасти в основном попадает лещ и судак. Но, к сожалению, иногда не избегают этой участи и осетровые, занесенные в Красную книгу. Что неминуемо приводит к уменьшению численности рыбы. Благо, неравнодушных людей все еще достаточно. Ответственные рыбаки принимают участие в акции «Чистый водоем». Буквально 15 минут, наверное, как на воде. Нашлась первая сеть. Причем сеть именно запретная китайского происхождения. Метров на 200 попадается рыба. У нас накануне уже запрет. Вот он буквально. Рыба сейчас готовится к нересту. Причем экземпляры, которые непромысловые попадаются. Маленькие, мелкие. Территория, как мы знаем, тоже непромысловая. Какой есть запрет? Круглогодичный запрет на этой территории постоянный. Но мы наблюдаем вот такую снасть чисто браконьерская. Это непромысловая. Мы всегда с удовольствием принимаем участие в подобных акциях для того, чтобы наша природа, наши богатства природные сохранить хоть как-то. То есть и приложить все возможные усилия для того, чтобы нашим детям была такая возможность увидеть наши богатства, нашу природу и чистые водоемы. В течение нескольких часов волонтеры и защитники природы проверили водную территорию площади 50 гектаров. В результате выловлено свыше 30 километров сетей, в которых обнаружена как живая, так и уже мертвая рыба. Собранные снасти будут утилизированы на полигоне. Для обеспечения естественного нереста рыб инспекцией проводится очистка круглогодично запретная для рыбового сезона с участием волонтеров, то есть мастер-лодок полиции Алматинской области. предохранной прокуратуры Алматинской области, также сотрудниками национального парка Алт-Немель. В настоящий момент в акции участвуют более 100 человек, задействованы 25 лодок. Стоит отметить, что в прошлом году в ходе акции «Чистые водоемы» в Алматинской области было выловлено и уничтожено 3000 километров сетей. В этом году акция только началась и продлится до 31 мая. Надежда Белова, Коныш Сериканов, Самата Розалинов, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. В своем обращении к народу президент Казахстана озвучил многие реформы, нацеленные на стабилизацию и развитие экономического роста страны. Одним из неожиданных изменений, которые непосредственно коснутся жителей края ЖТСУ, стало известие о разделении Алматинской области. К выполнению поручений главы государства уже приступили. По словам министра юстиции, законное решение по разделению областей в Казахстане будет принято в течение полутора месяцев. Но уже сейчас идет работа по разделению бюджетов регионов и определению административных границ. Одним словом, совсем скоро край ЖТСУ будет официально разделен на два региона Алматинскую и ЖТСУ уже сегодня к переезду из Талдукургана в Капшигай готовится часть госструктур. Многих беспокоит неизвестность и неопределенность. Какой он? Новый центр Алматинской области. Послание президента преподнесло жителям Капшигая неожиданный сюрприз. Теперь население с нетерпением ждет перемен. И первое, что уже изменилось, это цены на жилье. Стоимость квартир в Капшигае выросла как на дрожжах. Если раньше однокомнатную квартиру можно было приобрести за 5-6 миллионов тенге, то сегодня за нее придется заплатить более 10 миллионов. Двух- и трехкомнатные квартиры и вовсе стоят более 20 миллионов тенге. Спрос огромный. У риэлторов буквально нет отбой от клиентов. К примеру, один из представителей агентства по недвижимости буквально за три дня продал 30 домов. По словам Анжелики Покидовой, которая 18 лет работает риэлтором, это настоящий рекорд. Недвижимости сразу на 30-40% подняли цены. Это касается не только квартир, это и земельные участки, и дачные участки, и гаражи. Вот вся недвижимость подорожала. То есть, допустим, вот у нас планируется строить микрорайон Ардагер-Самал. Если там участки, допустим, продавали 500-700 тысяч, миллион, это самая дорогая земля была, на сегодняшний день от 2 миллионов и выше. Хотя в данный момент там, допустим, пока никаких коммуникаций не проведено. Весьма актуален сегодня и вопрос арендного жилья. Если раньше цены на съемные квартиры поднимались только в купальный сезон, то в этом году, после послания, они уже достигли своего пика. Так, самая дешевая однокомнатная квартира стоит 60-70 тысяч. Но есть и те, которые сдаются за более чем 90 тысяч. Стоимость двух-трехкомнатных квартир превышает 100 тысяч тенге, а иногда доходит и до 180 тысяч в месяц. Убитые квартиры по 80 тысяч сейчас. Не ушло вверх там. Отсюда конец. Всего в городе 245 многоэтажных домов. Из них 14 государственных и два коммунальных. По словам специалистов городского отдела ЖКХ, интенсивное строительство жилья только начинается. Генеральный план города у нас утвержден в 2010 году. Он действует до 2025 года. На настоящее время, по-моему, насколько я знаю, отдел архитектуры проводит корректировку генерального плана. Будет проводить корректировку генерального плана. У нас в прошлом году, значит, ну, если только коммунальное жилье, я буду говорить, было сдано два коммунальных дома. Вот. Ну, и, конечно, развитие города пойдет в сторону 10-го микрорайона. Там в этом году предполагается строительство трех многоэтажных домов, 60-ти квартирных. Дальше будет, ну, эта работа будет продолжаться. В городе с населением более 62 тысяч человек действует 17 детских садов и 15 школ. Одна из них – гимназия, в которой обучается свыше 12 тысяч школьников. Для развития талантов подрастающего поколения открыт Центр детского творчества. Здесь работают различные кружки. Пение, рисование, игры на музыкальных инструментах. Одним словом, созданы условия для того, чтобы дети развивались и с пользой проводили свой досуг. Сегодня Капшагай – это современный умный город. В рамках программы «Цифровой Казахстан» внедряется уникальная система управления городом. На особом контроле безопасность жителей. На улицах и в общественных местах установлено 300 камер видеонаблюдения. В стадии создания водная полиция. Для удобства жителей по пяти маршрутам курсируют 19 автобусов. Достаточно в городе и спортивных объектов. Одним словом, Капшагай – комфортный для проживания город. Местные жители уже с нетерпением ждут новых горожан и выражают уверенность, что вместе они сделают новый центр Алматинской области еще краше. Надежда Белова, Мадина Берек-Кызы, Ерлана Замбай, телеканал ЖТСУ. Сегодня квартирный вопрос остро стоит во многих регионах страны. Так, в Талдыкургане в очереди на получение заветного жилья стоят почти 16,5 тысяч жителей города. Одним из критериев для регистрации и постановки на учет является постоянное проживание не менее трех лет в одном регионе. Почему граждане, подолгу ожидающие собственной крыши над головой, оказываются в конце списка, узнавала Светлана Кондратенко. Вопрос собственного жилья всегда был актуальной темой. Однако получить свои заветные квадратные метры не так просто. Ранее до 2019 года было 19 категорий очередников, но объединив некоторые из них, согласно закону о жилищных отношениях, их число сократилось до шести. Список очередности формируется автоматически по дате постановки на учет. Первоочередное право имеют ветераны Великой Отечественной войны, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Многодетные матери, награжденные подвесками Алтын-Алка-Кумы-Салка или получившие ранее звание Мать-Героиня, а также награжденные орденами Материнская слава первой и второй степени многодетные семьи. Один из следствий состою на очереди с получения жилищного государственного фонда. В 2015 году мой порядковый номер составлял 14, у меня имеется справка с печатью. В 2020 году я стал 487-й, в 2021 году 2588-й. И такая проблема у большинства количества людей. Я писал письмо, чтобы составили ревизионную комиссию. И ревизионная комиссия та из лица, кто действительно заинтересован в получении этого жилья. Проверить и выявить нарушение, мне кажется, там есть нарушение. Следует отметить, смена категории для очередников несет определенную степень риска. Так, Алмагуль-Узбекова, изменив категорию «Неполная семья» на «Многодетная мать», что называется, откатилась в очереди почти на 600 человек. А вместе с категорией изменилась дата постановки на учет. Я в 2011 году стала в очередь как «Неполная семья». В 2020 году у меня был номер очереди 383-й. В прошлом году, позапрошлом году 973-й. Потом с каждым разом сейчас я вот как многодетная мать, хоть и неполная семья, но все равно с каждым годом у меня очередь не вперед, а наоборот назад продвигается. Например, перед Новым годом у меня была 979-я очередь, а вот недавно на той неделе сходила, посмотрела, у меня 1011-я очередь. Также в помощь гражданам создан специальный сайт kizikte.kyz, где можно не только подать документы в онлайн-формате и вносить корректировки, но и просматривать очередность и других граждан. Те люди, которые стоят в очереди, не имеют права участвовать в государственных программах Нурлажер 7-20-25. Свой дом, то есть Акимат, никого не ущемляет. В своих силах строят 40-60 квартирные дома, социально уязвимые слои населения, которые живут в бедности. Им предоставляется арендное жилье без права выкупа, а другим лицам предоставляется кредитная или ипотечная программа. При превышении одного прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 111 тысяч тенге, в этом случае гражданину будет отказано в жилье без права выкупа. Тех, чьи очереди находятся в конце, призываю к спокойствию. Начало мая мы планируем исправить списки очередностей. Основные меры государственной поддержки направлены на строительство доступного жилья широким слоям населения. В текущем году в рамках программы Нур-Лжер в регионе планируется ввести в эксплуатацию более 326 миллионов квадратных метров жилья, а это свыше 1700 квартир. Светлана Кондратенко, Габит Кабдрахманов, Телеканал ЖИТСУ. К другим темам. Не секрет, что с наступлением долгожданного тепла многим не терпится выбраться отдохнуть на природу. Но здесь главное не забывать об элементарных правилах безопасности. Ведь в самом разгаре сезон клещей. За медицинской помощью после укуса клеща в этом году уже обратилось порядка 90 жителей Алматинской области, а потому в парках, скверах и дворах. Начаты работы по дезинфекции. К слову, обработку от клещей проводят в течение 10 дней дважды в год. Весной и в начале лета. По словам специалистов, чтобы вредители не привыкали, препараты меняются каждый сезон. В районах края ЖИТСУ дезинфекционными препаратами уже обработано 125 тысяч гектаров. Профилактические мероприятия стартовали и в Талдыкургане. О правилах проведения весенней обработки и ее необходимости смотрите далее. Сотрудники Национального центра экспертизы включают моторные опрыскиватели, наполненные специальным препаратом, убивающим клещей. В апреле активность этих насекомых особенно высока, а потому традиционно проводится обработка одного из наиболее посещаемых мест отдыха областного центра – парка ветеранов. Вот и в этом году в течение двух дней здесь проходят дезинфекционные мероприятия против клещевого энцефалита. Население в этот период просят воздержаться от прогулок в данной зоне отдыха. «На начальном этапе мы собираем несколько экземпляров клещей и сдаем в специальный национальный центр экспертизы на наличие заболевания энцефалита. Только после этого проводится санитарная обработка. В этом году энцефалитных клещей не обнаружено. Однако с начала сезона по городу зарегистрировано 14 случаев укуса этими насекомыми. Из них пять детей в возрасте до 14 лет». В целом, по области с начала марта с укусом клещей в медучреждение обратилось около 90 человек. А потому специалисты напоминают, что отдыхая на природе, нужно соблюдать правила безопасности, носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие опасных насекомых. В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не убирать насекомое самостоятельно. «Когда идет присасывание клеща кожным покровом, если неправильно убрать, то останется головная часть клеща в теле, где возможно наличие вируса. Нужно обратиться сразу, потому что иммуноглобулин делается до трех суток после укуса клеща. Поэтому чем раньше вы обратитесь, тем ранее сделают вам эту иммунопрофилактику и тем быстрее выработаются антитела, которые будут защищать человека от заболевания». В этом году противоклещевая обработка уже проведена на 125 гектарах на открытых территориях массового отдыха людей в районах Алматинской области. В регионах дезинфекция продлится до 22 апреля. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Во время отдыха на природе важно не забывать и о правилах пожарной безопасности. Возгорание сухой растительности может привести к губительным последствиям. Пожароопасный период в области начался уже в конце марта, а потому сегодня вовсю проходят пожаротактические учения. Практические занятия показывают, насколько эффективно сегодня работают специалисты, посвятившие свою жизнь борьбе с огненной стихией. 120 гектаров условно объятых огнем потужили за 15 минут. Такой оперативности способствует специальная схема оповещения и взаимодействия экстренных служб. В их число входят не только звенья профессиональных пожарных и специалистов лесничества, но и добровольное формирование из числа местных жителей и специальных служб. Для ликвидации условного пожара задействовали различную спецтехнику и 30 огнеборцев. На учение были задействованы три основных единиц автотехники, то есть два автомашины на тушение пожара и одна техника трактор с плугом. Также были задействованы шесть единиц автотранспорта с помогательного характера для перемещения спасателей в дальние участки. А для рейда в лесостепных массивах и других труднодоступных местах был привлечен конный патруль. Стоит отметить, что с начала текущего года уже произошло три пожара на территории лесного фонда Алматинской области. Площадь возгораний составила 15 гектаров. В 50 случаях огненной стихии была объятой сухой травостой. Сегодня 9 апреля текущего года по области проводятся широкомасштабные учения. Получается, это в целях предотвращение пожаров в лесных и степных массивах. Сегодня мы приехали в Искельдинский район, так как здесь значительная часть лесных массивов находится в данном районе. Следует подчеркнуть, что поставленные цели перед брандмейстерами были достигнуты в максимально короткий срок. Однако в жизни каждая минута обходится очень дорого. Поэтому в пожароопасный период специалисты призываются облюдать правила пожарной безопасности в лесостепных массивах и не разводить костры. Амирова Гульдана, Дирхамзин, телеканал ЖТСУ, Искельдинский район. К теме культуры. Ученые предлагают взглянуть на историю по-новому. На этой неделе в столице нашей страны, в стенах Евразийского национального университета, была презентована книга о Чингисхане. Здесь есть и родословно великого хана, исследование месторождения и захоронения полководца и его близких, топографические записи ученых и многое другое. Издание приводит новые данные о времени возникновения тюркских племен из произведений древних авторов. В новом произведении авторы собрали и упорядочили исторические данные времен правления Чингисхана, его потомков. Уникальность издания в том, что первоисточником стали исторические труды, написанные на персидском языке. С оригинала их перевел один из авторов, член Совета Духового управления мусульман Казахстана Зарип Пайу Разбеков, литературный редактор, доктор политических наук, государственный и общественный деятель Ержан Исоколов. Когда сравнили мы содержание этих книг и переводом на казахский язык, выяснилось, что история тюрков и Чингисхана грубо были и бесцеремонно искажены. Вот их мы изложили сегодня, вот презентуем. Чингисхан, он родился на берегу Иртыша, нынешней Восточно-Казахстанской области. И его ставка, и его потомков находились тоже там же. Ровно год потребовался для того, чтобы рукописные черновики превратились в книгу. В ней используются материалы из произведений Зафарнама, Шарафаддина, Алиязди и Тарихира Шидей Мухаммеда Хайдара Дулате, написанных в 15-м и 16-м веках. Большая часть этих источников охватывает на монгольские и монгольские периоды истории Евразии. Я хочу сказать, в чем ценность этой работы. Эта работа, она издана, она основана на документальных материалах, на картах, затем на исторических картах, затем на работах средневековых авторов. В этом его очень большое преимущество. Очень много интересных идей выдвигает автор. Язык очень доступный, понятный. А самое главное, автор дает очень много комментариев. Я бы сказала, что эта книга очень интересная будет для читателей. И, конечно же, пожелала, чтобы было больше вдумчивых читателей и, в общем-то, реализации всех проектов и планов самому автору Ержану Исадмулову. Книга о Чингисхане представлена на двух языках, казахском и русском. В ней 560 страниц. В историческом издании родословно великого хана, исследования, месторождения и захоронения полководца и его близких, топографические записи ученых и многое другое. Память еще одного великого человека почтили в Алма-Атинской области. В Талдыкургане прошел областной конкурс «Макатаевские чтения», в котором приняли участие 63 знатока творческого наследия писателя и поэта. Мукагали Макатаев оставил большой след казахской литературе, написав свыше тысячи стихотворений, поэм и проз. Поэзия Мукагали отражает натуру всех казахов. Его загадочные стихи тронули сердцам многих читателей, отмечал ранее Касым Жумар Токаев. Это стихи поэта Мукагали Макатаева. В этих строках автор со своей душевной волей обращается к врачу. Они созвучны нашим мыслям и переживаниям. Затрагивают самые сокровенные уголки человеческой души. На стихах Мукагали Макатаева выросло не одно поколение казахстанцев. Его лирикой увлечена и сегодняшняя молодежь. Макатаевские чтения проходят в этом году уже 15 раз. Подрастающее поколение с искренним желанием изучает творчество великого казахского Акына. Это и есть главное значение проводимых мероприятий – привить молодежь уважение к национальной культуре, поэзии. Правила творческого конкурса ежегодно меняются. В этом году он проходил в три этапа. В первой части оценивалось количество стихотворений в копилке претендентов. Во второй и третий – сценическая культура и стиль. Каждый из конкурсантов приложил все усилия, чтобы защитить честь своего региона. конкурсантов – к сегодняшнему конкурсу я выучила около 70 лирических произведений. В районном же соревновании я участвовала с 50 стихотворениями и стала обладателем главного приза. Я учусь в 11 классе. Участвовать от имени целого региона для меня это большая ответственность. В сегодняшнем конкурсе участвуют самые лучшие претенденты на победу. Поэтому она будет нелегкой. Жюри обращало внимание на артистизм чтецов, на глубину проникновения в образ и передачу смысла текста, а также на соблюдение выступающими тычевых норм. По итогам конкурса тройка лучших по трем номинациям получила путевку на республиканскую гонку. Это участники из Уйгурского, Толгарский и Имбихшиказахского районов. С 14 по 16 апреля ребята будут защищать честь уже Алматинской области. Это были все события уходящей недели. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ. А мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова